24 марта отмечают неофициальный праздник мастеров маникюра. Сейчас эта профессия не кажется нам необычной или редкой, но так было не всегда. По одной из существующих версий, красить ногти начали еще 5000 лет назад. Цветом тогда придавали с помощью хны или древесного угля. А во времена Инквизиции накрашенные ногти считались признаком колдовства. А что делали с ведьмами, мы все знаем. Сейчас салонов красоты огромное множество. Красивые ногти может делать любой, кто прошел обучающие курсы и получил сертификат. Наш герой не исключение. Грузчик, продавец, менеджер, маркетолог. Найти любимое дело, которое при этом приносило бы хороший заработок, Павел пытался долго. И в итоге пришел к нему случайно. Одно время помогал маме с продвижением ее студии. Продавал курсы маникюра. Чтобы еще лучше продавать эти курсы, решил испытать товар на себе. Прошел курс маникюра. Ну, как-то это все втянуло меня, затянуло, понравилось очень. Отучился шесть лет назад. И с тех пор эта работа по душе. Профессия мне моя очень нравится. Я прям вообще кайфую, потому что это мелкая моторика, все мелкая работа. И работа с людьми. То есть я вообще на машине не езжу, в тачках не разбираюсь. Но мне нравятся люди и стараюсь разбираться в них. Мужчины в этой профессии уже не редкость. Но все же, особенно в регионах, мастеров сильного пола встретишь не часто. Наш герой рассказывает, иногда женщины удивляются, но в целом воспринимают спокойно. Есть категории клиентов, которые приходят только попробовать. То есть вот, чтобы потом, не знаю, рассказывать мне, мужчина делал многоточек или что-нибудь в этом роде. Постоянных клиентов у Павла много. Говорят, что ценят его за скорость и качество работы. Многим нравится и особая опция. Мастер работает допоздна. Я знаю Павла больше пяти лет и все время хожу к нему на маникюр. Я могу после своей работы записаться, прийти, и у меня будут очень красивые ногти. Матовые, яркие, разноцветные, со всевозможными наклейками или стразами. Мода на ногти, понятное дело, меняется быстро. По времена карантина многие девушки, в том числе и отказались от покрытия гель-лаком в пользу натуральности. Павел, как часто к вам приходят клиентки с запросом классики? Ну, не сказать, что часто, но приходят. Например, вчера две клиентки подряд просили просто маникюр и прозрачное покрытие. Павел планирует и дальше развиваться в профессии, а со временем открыть собственную студию. И, пожалуй, когда работа становится по-настоящему любимым делом, такие мечты точно воплотятся в жизнь. Светлана Гмыря, Денис Копыч. Такой день на Мире Белогорья.